Вы знаете, нужно ли было судить экс-президента Януковича? Однозначно да. Есть за что. Несколько моментов, которые у меня вызывают вопросы. Первое, я думаю, что опять-таки проклятый политический момент приближения выборов. И я думаю, что кто-то из претендентов на президентскую булаву обязательно это использует, скажет, и Януковича осудили. Я думаю, что Петр Алексеевич. Чтобы не было лишних вопросов даже. Дальше, что касается... Юрий Витальевич вам сказал, что он не идет в президенты, поэтому... Юрий Витальевич не идет, да. Поэтому он вряд ли будет это використовывать. Большой вопрос или идет еще Петр Алексеевич, между прочим. Лучше бы не шел, конечно. Но ничего. Дальше по поводу самого важного вопроса. Значит, в судебном решении говорится о том, что вошли войска, регулярные войска Российской Федерации на территорию Украины. Я вам больше скажу, они там до сих пор пребывают. Мы же не оспариваем, что Крым это территория Украины. То есть в Крыму мощнейшая группировка российских войск на украинской территории. Говорят, даже ядерное оружие там находится. Говорят. А где введение военного положения в начале вооруженной агрессии? А где назначение руководителя АТЦ антитеррористического центра? То есть ТОЦКИ, предыдущий руководитель АТЦ, сбежал. Новый не был назначен. Чтобы вы понимали, руководитель антитеррористического центра, который должен находиться в должности первого заместителя председателя СБУ. Это особая величина. Он несет ответственность за антитеррористическую операцию. И он должен руководить отражением агрессии со стороны неприятеля. Ну, он так и не был назначен. ТОЦКИ убежал, а нового руководителя АТЦ нет. То есть в стране некому руководить в стране отражением агрессии. Раз. Мало того, не ввели военное положение. Два, агрессия пошла. Части конкретные, воинские, они перечислены в судебном решении. Перетнул и кордон, да? С Украиной. То есть это решение судебное создает целый ряд прецедентов и закладывает мину замедленного действия под целый ряд руководителей Украины в период, в 2014 году. И в этом уж контексте запытание одразу від нашего глядача, якраз щодо мене, цієї бомбы, відкладану идею Станислав Мохотин вам пише. В основе обвинения в госизмене Януковичу лежит письмо к Путину от 1.03.14. Если суд признает, что на эту дату Янукович был официальным лицом, кем тогда был в этот момент Тручинов? Это тоже большой вопрос, который заложен именно в решении суда. Значит, во-первых, покажите же это письмо. То есть понятно, что Чуркин махал им. Мне Юрий Сергеев, очень уважаемый мной человек, посол Украины при ООН, говорил, что он видел, как Чуркин махал этим письмом. Но где само письмо? Где подпись? В ООН же не дали Украине. Дали печатный текст. Подпись, где Януковича? На основе чего? Ну мы же справедливые люди. Я уже не апологет Януковича точно. Я его ненавижу. Но надо же соблюдать правила приличия. Теперь по поводу того, что я думаю, что Янукович, я не думаю, я почти знаю, что Янукович подаст сейчас апелляцию. Ну адвокаты про это открыто заявили. В Европейский суд. До ЕСПЛ навіть? Да. Но до ЕСПЛ не можно обратиться, пока не пройдут все национальные инстанции. Да. Подадут, насколько я понимаю, заявление о том, что он был незаконно усунут из посады. То есть, что в стране произошел переворот. Потому что есть вопросы, короче говоря.